Встреча с Украиной Передают или нет? И как это выглядит передача? У кого забирают? Ведь вы, наверное, понимаете, что у всех олигархов не заберут, то есть даже у части, а уже не говоря о тех, кто является апостолами священными Путина. Ведь у них по этому принципу построен кооператив «Озеро» и оттуда, как вы видите, никого не дергают за ниточки. Да, несомненно, их имена упоминаются, но это только их имена. То есть упомянуть их имя – это одно, а сделать – пойди попробуй. Я думаю, что это просто пустые разговоры для всех народных масс. Потому что народные массы, они ведь друзьям на той массы, чтобы с ними так обращаться. Да, потому что народы, мы говорим о нашем народе российском, но это все народы так и, друзья, они не особенно-то вникают в суть проблемы. Им сказали, и они становятся радостными детьми, потому что дальше этих слов, в принципе, никто ничего не проглядывает. «Сказали сегодня, поэтому сегодня оно выглядит так. А как оно завтра и как результат будет выглядеть?» Они это даже не хотят задумываться над этим результатом. Итак, Вашингтон в ближайшее время начинает передавать Украине конфискованные активы России. Заявил руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту российских активов Эндрю Адамс. «В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины», сказал он на семинаре в Годзоновском институте. По его словам, это относительно новое развитие событий. В конце декабря президент США Джо Байден утвердил закон о федеральном бюджете на 2023 год, в который была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкции активы российских миллиардеров. Эти средства Минюст США должен будет перенаправлять к Госдепартаменту, который предоставит их Киеву. Вот здесь бы задаться правильным вопросом. А зачем начинали военные действия? Чтобы отстраивать потом Киев за счет олигархата? Зачем начинались эти действия? Ведь у каждого действия есть свой смысл и свой результат, то есть своя конечная точка и цель. Какая цель была в данном случае? Очень сложно понять, да? То есть российские войска начинают бомбить Киев. Ну вот они, для примера, Мариуполь разбомбили, Херсон разбомбили. Теперь давайте подумаем. А теперь российский бизнес будет восстанавливать эти города. Вероятнее всего, ну так как одна из фишек, друзья, можно подумать. Ну вот если просто задуматься сверху, да, что вероятнее всего, эти города совсем состарились. Их нужно было отстраивать заново. Как говорят, что небесный Иерусалим собирается переселяться, хотя об этом мы сказали, что это немножечко с подвохом такое переселение. Ну так вот, если даже просто не задумываясь верхушку взять этого торта, вот они будут переселяться. Куда переселяться? Некуда. Вот для них будут отстраивать новые города. Кто будет отстраивать? Российский олигархат. И я думаю, что скорее всего просто российский бюджет. Тогда зачем начинали войну? Ну получается, чтобы небесному Иерусалиму расчистить всю площадку, подготовить площадку чистую, а потом по их проектам, их же руками, то есть они будут строить, зарабатывать на это деньги, но деньги даст все равно Россия. Ну какой-то глупый проект, согласитесь. Потому что все эти идейно-такие патриотические вещи, которые шли лозунгом впереди военной операции, но они сегодня как-то мало работают. Понимаете, когда начиналась операция, то все эти идеологические лозунги, да, они впереди шли планеты всей и народ. Народ не поддерживал, неважно, но это вставлялось в голову. Раз вставили в голову, значит, это как чип должно работать. А теперь получается, уже скоро год, и понятно, что цели-то были, оказывается, совершенно другие. И вот, как отметил Адамс, закон не позволяет передавать все конфискованные активы. То есть сначала ура, но пасаран, Америка кричит, мы заберем у российских олигархов и передадим Украине. Замечательно. Украина радуется, украинцы все радуются, а вот, а вот мы вам. А оказывается, теперь уже Адамс, который это заявлял, говорит, что передавать конфискованные активы все не позволяет закон. А что же закон тогда позволяет? Это смешно, конечно, когда люди так рассуждают, но это игра с народом, друзья. Почему я вам говорю всегда, что и россияне, и Европа, и США, они все играют на одном поле, они все заодно. Но у них у каждого своя роль. Это как актеры. Вышли на сцену, сыграли роль свою, пошли за кулисой и пьют на брудершав. Вот так получается все то же самое. Россия, США, Европа, а Китай сзади стоит. У него другие функции. Так что, друзья, это не идеальное решение, как сказал Адамс, но, тем не менее, это дает надежду на то, что первые переводы средств от Минюста к Госдепартаменту начнутся в ближайшие недели и месяцы. Это еще не все, слушайте дальше. Когда будут получены окончательные постановления об изъятии в отношении некоторых активов. Они еще только будут получены. Но он уже говорит о неделях ближайших, что это будет передано. До этого стало известно о согласии Германии конфисковать замороженные активы России. Правительство канцлера Олова Шольца в целом поддерживает требования Киева о военных репарациях. Но Шольц настаивает, чтобы любые действия Берлина были юридически выверенными. Вуаля. И все то же самое. И все туда же. То есть, понимаете, все согласны. Все за. Они все руки поднимают, а не за. Они буквально все об этом кричат. Но юридически все должно быть выверено. А у экономиста из Соединенных Штатов уже вот-вот-вот через несколько недель. Но опять-таки прежде должны утвердить. Понимаете, вот это вот какая-то такая, но это лапта называется, словесная туда-сюда пинг-понг. И при этом в Германии больше склоняются к конфискации активов российских олигархов и лиц, причастных к военным преступлениям России, поскольку это может быть более выгодно с юридической точки зрения. Тем не менее, в Берлине опасаются, что такой подход займет годы судебных разбирательств и сведет всю инициативу к символическому жесту. Вот это то, что я хотела вам с самого начала сказать. Что все эти рупоры, которые кричат американский, германский, у них нет основания, они не могут этого сделать. Но они кричат, чтобы народы, не только россияне, друзья, но другие народы, чтобы успокаивались, что вот мы сейчас накажем Россию. Потому что ведь, друзья, наказать Россию, остановить войну ничего не стоило. Но никто же не останавливает. Почему? Потому что выгодно. Потому что на этом зарабатывают деньги все. Что мы с вами сказали в прошлом ролике? Продажа оружия – это самое выгодное дело. Но еще живой товар – это тоже выгодное дело. Вот они идут параллельно, одно с другим. Но ведь этим занимается вся Европа. А раз этим занимается вся Европа, тогда как, скажите? Они будут вдруг запрещать воевать? Кому? Поэтому они не запрещают. Но для того, чтобы народы мира не возмущались, им подсовывают вот эти, знаете, фантики, в которых якобы лежит конфетка. Разворачиваешь – а там пусто. Вот это заявление, оно пустое, оно ни о чем. Поэтому и говорят в Германии, что это может занять годы и сведет всю инициативу к символическому жесту. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее цель – найти законные способы конфисковать российские активы, чтобы помочь финансировать восстановление Украины. Всего страны ЕС и Большой Семерки заморозили около 311 миллиардов резервов Центробанка России. Так это ведь резервы Центробанка России, друзья. Это совсем не деньги олигархов, оказывается. Вы понимаете, что Евросоюз и Большая Семерка заблокировали деньги Центробанка, то есть деньги россиян. Но это уже совсем другое дело. Это же не деньги олигархата. 311 миллиардов долларов резервов Центробанка, конечно. Но они что делали за границей эти деньги? А вот то и делали. Значит, эти деньги – государственные, резерв Центробанка – уже расписан был. Знаете, как пульки расписывают в картах. Так что расписан был уже по своим олигархам. И эти деньги – резерва Центробанка. Они принадлежат официально якобы народу, а неофициально каждым частным лицам. Вероятно, именно поэтому американцы говорят о том, что они замораживают архивы олигархата. Вероятно. В ЕС арестовали активы российских олигархов на сумму около 19 миллиардов евро. Однако не менее 21 российского миллиардера подали в суд на ЕС за введение санкций против себя. Они настаивают, что юридические обоснования заморозки их активов внутри ЕС являются ошибочными и требуют снятия санкций. Они правильно требуют. На самом деле, юридически, они абсолютно правы. Потому что это то, что пытаются сейчас наложить санкции на них. Оснований нет никаких. Основания только в том, что они из России. Мы с вами начинали говорить о русской нации. Что такое русская нация? Так вот, их обвиняют в том, что они принадлежат к русской нации. То есть получается национальная дискриминация. Дискриминация по принципу национальности. А это уже совсем из рук вон выходящее дело. Вы понимаете? Куда бы ни пошли, как бы ни стали завязывать эти узелки блокировки денег, ничего не может получиться. То есть всегда натыкается на какой-то, да, айсберг, который не дает, не дает арестовать и конфисковать. То есть арестовать-то они смогли под надуманными причинами. А причины какие? Они же должны теперь доказать, что эти люди причастны к военным действиям. А если эти люди живут очень давно за рубежом и никакого отношения к военным действиям не имеют, тогда что у них будут конфисковывать, под каким предлогом? То есть закон опять-таки не работает на то, чтобы конфисковать у них средства. Вы чувствуете, какая ложь идет? То есть идет бравада. Знаете, как вот, ну, мальчишки, подростки хвалятся друг перед другом, да, то, чего нет. И он может то, и он может это, и это, и это. А в результате получается, что он ничего не может. Он должен вырасти, он должен изменить свой статус в обществе, прежде чем что-то сможет сделать. Так же и здесь, друзья. Одно и то же. Поэтому получается все это свист. Свист американских чиновников, европейских чиновников. Это все свистят, как соловьи-разбойники свистят. Но далее дело не идет. Но потом, если оно и пойдет, друзья, то... Ну, в общем, а когда пойдет, тогда и начнем мы с вами говорить заново. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Хорошего дня вам и хорошего настроения. Январь еще не закончился, но скоро он пошел на спад. Скоро январь. Сейчас у нас морозы. И наступили сильные, большие морозы. Крещенские морозы идут. Да. Морозит все, морозит. И лисы голодные бегают вокруг. Я смотрю, выхожу на снегу, на чистом видной дорожке от лисих лапок. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Кормите животных своих друзей, кормите. Всех подкармливайте. Кошек, собак на улице. Всем давайте что-нибудь. Дайте им возможность выжить в эту суровую зиму. Вы же хотите выжить. И они также хотят выжить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok